Здравствуйте! Меня зовут Виктория Паченко. И сегодня в программе «Что происходит?» мы будем говорить об одном из самых массовых мероприятий этого года – «Портофранко Гогольфест-2016». И в гостях у нас организатор этого действа Максим Демский. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, Максим, насколько я понимаю, фестиваль, который пройдет с 8 по 12 июня во Франковске – это два фестиваля – «Портофранко» и «Гогольфест». Вот почему вы решили объединить силы и почему вы решили провести его именно во Франковске? Ну, да, это два организма живых, которые… Естественно, «Портофранко» – это фестиваль, который прошел в 10-11 годах во Франковске. «Гогольфест» пока еще жив и постоянно происходит. Но это, конечно, такой очень сложный союз, который все-таки произошел. Он произошел во имя того, чтобы показать в первую очередь, что мы способны, творческие личности и культурные менеджеры, объединиться при всех своих идеологических разных составляющих, при своих философиях, идейных, ради того, чтобы сделать один большой проект международного значения. Делается он во Франковске в первую очередь, потому что и местная элита, и элита со всей Украины решили, что вот это один из самых прекрасных, самых благоприятных городов, небольших, красивых, который способен принять такое большое активное мероприятие, плюс при поддержке государственной местной власти. То есть сначала появилась идея, собственно, сделать большое мероприятие, большой фестиваль, а дальше уже на эту идею начали нанизываться разные обстоятельства, разные инициативы, которые, ну, по сути, прошли такую черту невозврата и уже как бы хода назад не было, и мы решили вот объединиться, чтобы сделать большое мероприятие. Ну вот для того, чтобы провести такое большое мероприятие, у вас должна быть сплоченная и большая команда. Сколько человек трудится для того, чтобы 8 июня все-таки Порта Франко Гогольфест стартанул? Или Порт Франко. Порт Франко. Да, Гогольфест. Ну, на самом деле, для того, чтобы все это запустить, хватает ресурса одного, двух, трех человек инициативных, которые за собой тянут какую-то аудиторию, у которых есть уже какой-то бэкграунд и достаточно большой опыт проведения подобных мероприятий. Ну, естественно, уже в ходе подготовки фестиваля, конечно же, необходима достаточно серьезная административная группа. Помимо ее, это кураторы разных направлений. То есть сейчас это ориентировочно 15-20 человек, которые ежедневно, иногда еженочно готовят этот фестиваль с точки зрения логистики, с точки зрения контента, обеспечения, оборудования, аппаратуры и так далее. Есть, конечно, масса технических элементов, которые необходимо решать там на месте. Поэтому вся основная административная группа находится во Франковске. Это и франковчане, и киевляне, и также есть один представитель из Австрии, который находится сейчас там и активно готовит фестиваль. Ну, а мы тут в Киеве тоже со своей стороны им даем очень серьезную поддержку. То есть над этим работает административная группа непосредственного фестиваля Google Fest. Но все происходит на одну цель, на один продукт. Вот, собственно, ну вот, в принципе, 15-20 человек. Ну, эти люди, они работают на волонтерских началах? Вот что их движет? Часть так, часть так. Часть так. Риски, которые мы покрываем, они достаточно элементарные. То есть, конечно же, работа таких людей стоит в разы выше, чем мы оплачиваем ее. Естественно, ну, мы еще и не оплачиваем. Мы надеемся, что мы как-то частично оплатим какие-то, что-то на кшталт заработных плат таких. Но ты так понимаешь, что какие-то акции, которые вы будете проводить во время мероприятий, они будут стоить каких-то денег? Нет, почти весь фестиваль бесплатный. Более того, там существуют серьезные музыкальные группы, такие как там Bruta, Nuka, Dota, которые будут презентовать свои проекты, выступать на открытых площадях, на больших территориях, которые могут вместить достаточно большое количество людей. И вход на них, ну, там физконтроль, естественно, определенный, а все остальное, все бесплатно, кроме одной программы, это театральная программа. Это связано и с ограничением количества мест, которые... Давайте мы о театральной программе поговорим немножечко позднее, потому что у нас есть еще и видео. Давайте поговорим о локациях. У вас заявлено несколько локаций. Как вы выбирали эти места? Почему именно эти места заявлены локациями на фестивале? Ну, таких локаций, да, больше десяти. Среди них есть очень большие локации, масштабные. Это Вечевый Майдан, это главная площадь Ивано-Франковска, где пройдет открытие. Собственно, главная сцена, она будет стоять там один день. В первый день, 8-го числа, открытие концертом Dark Daughters и рядом других проектов, которые будут представлены в этот день. А потом эта площадка переедет, точнее, эта локация переедет в Бастион. Там внутренняя локация есть, достаточно тоже большая, вместительная, где и будет программа альтернативной музыки. Существует Палац Потоцких. Это проект, который уже был частично реализован. То есть уже на этой территории были творческие активности. Мы ее продолжаем открывать дальше. Это большая такая зеленоватая зона с деревьями в центре города. Прямо билые хаты. В Ивано-Франковске все знают, что это так называется администрация Билла-Хата. Вот в ней пройдет экологическая программа, частично литературная, визуальная программа. Также там будет представлен один спектакль местного театра Ивана-Франка, Ростика-Держепильского, который поставит нам три сестры специально вот на таком инвайронте, открытой площадке. Независимый, он будет сыгран немножко в другом, в других предлагаемых обстоятельствах. Также параллельно у нас есть, впервые мы открываем такую локацию, как Друкарни. Это локация, которая закрыта для посторонних глаз, хотя когда-то она функционировала. И сейчас там Дарья Кольцова создает центр современного искусства. Там даже отшляются некоторые ремонтные работы для введения этой локации в постоянно действующие, превращение этой локации в постоянно действующий центр современного искусства. То есть задачами фестиваля, одна из задач фестиваля является открыть локации и пространство, которые, возможно, будут использоваться впервые и дальше смогут отправиться в далекое плавание для новых и новых проектов в городе. Мы так плавно подходим к концепции фестиваля, которая вкладывает такую мультидисциплинарность. Для меня это понятие такое, ближе из науки мультидисциплинарность. Что организаторы вкладывают в это понятие? Это такой микс искусств? Ну, можно назвать это и миксом искусств в том числе, с энергией, коллаборационными проектами. Но основой такого проекта является возможное ознакомление одной аудитории с другой. То есть у нас достаточно много разных узкоспециализированных фестивалей, не только у нас, но и в мире вообще. А мультидисциплинарных фестивалей их, к сожалению, не так много. Сложность заключается в том, что очень трудно сделать акценты на профессиональном качественном продукте, который представляется, потому что его много, немного рассеянное внимание. Но параллельно с этим мы размешиваем аудиторию и творцов, которые приезжают. Таким образом не только знакомим, но и провоцируем создание новых проектов, которые могут возникать между художниками и музыкантами, между театралами и киношниками. То есть это привести это все в некий такой мир искусства, в котором есть подразделения, есть направления. Но мы пытаемся максимально стереть эти грани для того, чтобы увидеть полноту проявления через те или другие виды искусства. Это месседжа, который мы определили. А месседж это место силы, место силы, место Ивана Франківська, проект Портофранко Гольфест, как проект культурной столицы Украины. Это новый проект, который мы сейчас разрабатываем вместе с реанимационным пакетом реформ. Он подан в Министерство культуры и рассматривается на долгосрочной основе, на кшталт европейской культурной столицы, где города начинают соревноваться между собой для того, чтобы получить это звание, этот статус, и получить даже некое финансирование из государственного бюджета, средоточить внимание мира на такой столице и превратить тот или другой город Харьков, Франковск, Одесса один раз в год на вот такую вот культурную столицу, где будут происходить основные культурные события. Об этом мы тоже еще немножечко поговорим, но позднее все-таки давайте еще мы поговорим о основных акциях, которые будут проходить. И вот недавно уже были первые репетиции и в помещении вокзала во Франковске, и на самой высокой точке ратуши музыканты репетировали вот то, что они, собственно, должны будут показать с 8 по 12 июня во Франковске. У нас есть видео, давайте мы посмотрим это видео с репетиции. Знову эти организаторы Портофранко что-то выгадали. Сил моих больше нет. Давай, поднимайся. Давай, заходь. Вот, Франківск. Це моё место. Місто, центр Європы. Центр света. Так. Акция, яка начинается с центру и заканчивается центром. Значит, национальный президентский оркестр выгоняет гимн Европы. Оду радости 9 симфонии Бетховена. Давай, селфи. Это называется double-triple-селфи. Европ, давай, прыгай к нам. Портофранко. Портофранко. По кашу, три валентара пошли туда. Рабина. Портофранко. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Одна из акций, которая мне еще очень понравилась, которая называется «Децентрализация» Или это несколько акций, которые называются именно таким интересным названием Но как так получилось, что в одном таком пространстве собрались люди, маршрутки, музыканты И вот это название «Децентрализация» Как это все совместить? Ну, децентрализация, тут можно сказать, децентрализация или развитие иных центров То есть в стране, то есть сам проект «Портофранко» «Гогольфест» Это тоже уже своего рода децентрализация вообще как таковая Для «Гогольфест» это точно децентрализация Для «Портофранко» это развитие этой децентрализации То есть более локальные месседжи Более ясные, более четкие и внутренние, и вовне То есть все акции, которые происходят, в том числе и вот те акции, о которых вы говорите Там акции в маршрутках, которые будут происходить Которые будут курсировать из центра вовне города Ну, точнее, из центральной части города в другие части города Где будут находиться музыканты Которые будут сопровождать людей разными музыкальными композициями Также и тот же вокзал, вот это все акции, придуманные Романом Григорьевым и Ильей Разумейко Это представители в основном академической музыки И самое, конечно, интересное из них, мне так кажется Это акция, которая пройдет на железнодорожном вокзале Прямо под куполом вокзала будет выступать солистка Виденской оперы Лена Белкина То есть это будет такая, вроде бы она в фестивале Но очень много небольших мероприятий, которые будет осуществлять академическая музыка Они будут разбросаны по городу вообще То есть это будут и небольшие дворики, и балконы, и железнодорожный вокзал, и маршрутки То есть у нас попытка не только локально провести мероприятия и средоточить туда Но дать возможность людям, которые даже впрямую не принимают участие Или не являются посетителями фестиваля Увидеть хотя бы какую-то небольшую грань, небольшую часть того, что хотелось бы представить Еще одно направление активности – это театральные постановки, которые тоже включены в фестиваль «Порта Франка» И вот чем порадуют организаторы заядлых театралов, мы тоже можем посмотреть в видео Прекрасно Когда мы будем нормальными, меньше грима будет, меньше этого, ну ты бачишь после этого Но будет лучше глядеть, потому что подумают, что какие-то склоны приехали Типа закос под маски шоу, знаешь Да, мы не маски шоу, мы нормальные, мы серьезные актеры Театральная программа «Порта Франка Гогольфест» очень насыщенная, очень интересная С точки зрения как театра такого, как мистецтва, и с точки зрения поединения разных мистецтв, в том числе Весь девиз «Порта Франка Гогольфест» – это симбеоз разных мистецтв, разных локаций, несподимых локаций И, власне, в Ивано-Франківске мы ждем театр из Макдебурга, это из Неменчины Будет театр Марчина Швили из Грузии Будет такая компродукция, танцювальная, хореографическая, театральная компродукция Испании и Украины Будет театр ДАХ из Киева Будет опера ЙОВ, которая уже також в силу на шумисти И будет також, безусловно, наша вистава, франківская Это также будет эксклюзивная штука, потому что мы будем играть Чехова три сестры на открытой площадке в Палаце Потоцких У нас будет еще такая очень интересная история У нас будет в Польше гурт Карбидо Это будет также объединение разных мистецтв в одном Это будет видеомаппинг, это будет театральный перформанс И это будет одночасно идти музичный супровид Это наживо Такий микс этих всех мистецтв, сучасных мистецтв Такий микс, который сейчас диктует Ну така моду, которую диктует сейчас свет Это абсолютно в русле, в контексте сучасного святого мистецтва Поединения разных культур, театру, кино, відео, музыки, хореографии Одному, это очень интересное И это предлагает портофранко Гавольфест для всех глядачей из всей Украины И не только из Украины, а и за кордоном Ивано-Франкевский театр Почему все поедается на театр и замешивается в Ивано-Франкевскую? Потому что Ивано-Франкевский театр есть зряковый Так правда? Ну мы уже все равно на прикрытанте Это величезный миф, что в Украине глядач не готовий До прогрессивного мистецтва, альтернативного мистецтва Власне, портофранко Гавольфест в том числе Выникает и на вимогу сучасного глядача Ну то, что это масштабное мероприятие Это уже понятно, потому что было заявлено несколько театральных трупов То есть это много людей Вот сколько иностранных гостей вы ожидаете принять на фестивале И самое главное, где вы их будете размещать? Гостей, вы имеете в виду посетителей или гостей участников? Гостей-участников Ну и гостей-посетителей тоже Их там очень много, то есть точно больше ста человек Только в театре, одном тбилисском театре академическом 24 человек, которых мы привозим из Грузии То есть помимо их есть много музыкантов Германия, театр Достаточно большое количество, в районе где-то ста Может быть чуть меньше участников Существует в центре города отель Называется Надия Собственно с ними мы сотрудничаем У нас есть даже дисконт по поселению Размещать мы будем их там в основном За исключением каких-то там небольшой части А для посетителей, которые приедут Да, нужно бронировать уже сейчас Потому что во время фестиваля придется очень близко знакомиться С местными активистами Дабы у них переночевать и перекусить А были разговоры о каком-то европейском кемпинге? Ну опять-таки, то есть кемпинг Исходя из тех погодных условий, которые может быть Может быть не очень удачный Поэтому мы пока отказались от такой идеи Ну и естественно вы не обделили и киноманов У вас есть такая обширная кинопрограмма А собственно все, что мы можем посмотреть на порта Франка У нас тоже есть видео Да, прекрасно Мы делаем программу кинопоказов Яка происходит вот здесь За моей спиной в кинотеатре «Люмьер» в локации под названием «Гранд Кафе» И концепция программы Она совпадает с концепцией фестиваля Это «Место силы» Особный акцент будет сделан на кримском вопросе Один из первых фильмов, который будет показано Это фильм, который представляет Украину на Берлинском фестивале Это «Кримские истории» Наримана Алиева Это очень прекрасное, очень качественное кино Я думаю, что очень интересно будет смотреться Аудиторию фестивалей Порто Франко Мы представляем также несколько фестивалей Это как украинское сучасное кино Так и международное кино В основном короткометражное Будет как документальное кино Так и игровое То есть абсолютно разные жанри Резные стили Фактически каждый фильм Кожен показ Будут представлять люди Організаторы Або режиссеры Фильмов Это будет живое общение Можно будет задавать вопросы Делиться впечатлениями Обговорить фильмы В одну из ночей фестиваля З 12 до самого ранку Мы будем показывать сучасное украинское кино Нарешті на завершение В последний день фестиваля Будет представлен великий киномузичный перформанс От фестиваля 86 Славутич Під назвою Ревета Стогни Це буде гучна подія Яка планується Що збере Проверне чималу увагу Тож запрошуємо Побувати На всіх наших подіях А є якісь мероприятия Которые будуть касаться Только деток Як то Ви наших Детей будете задействовать В фестивале Да У нас конкретно Детской программы Такой программы Нету Но В принципе В ряде программ Существует Детское направление В экологической программе В программе есть То есть Дети могут там участвовать Это зеленая территория Светлая Уютная Вот Где они могут провести Провести свое время И где они могут научиться Разным там Ремеслам И произведениям Небольшим искусством Вот Есть в литературной программе Акцент на В детских книжках И детских иллюстрациях В принципе Немного визуальной Вот В театральной программе Есть для подростков То есть Для таких юношей Мы привозим Тотем Дансгрупп Это Танцевальная история Хореографическая Там участвуют Достаточно молодые хореографы А также Мы привезем Спектакль Украинского Испанского 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 Производства Адур Где тоже участвуют Достаточно молодые Актеры Которые будут интересны С точки зрения Профессиональной И молодым танцором Я имею ввиду 15-14-13 лет Там участвуют Совсем маленькие дети Ну как дети Профессионалы Маленькие У которых тоже Маленьким детям Можно есть Есть чему поучиться Ну и давайте Уже сейчас мы поговорим С вами Об этом Большом Мероприятии О котором вы уже Начали говорить О старте Большого проекта Который Направлен на развитие Аутентичности Оригинальной Культуры В Украине И вот стартом Этого всего Мероприятия Является Портофранко Как вы Планируете Развивать этот Проект в будущем Потому что Для того чтобы Поддерживать На хорошем уровне Такие масштабные Мероприятия Должна быть Хорошая финансовая Подушка Как вы будете Справляться с Финансовыми проблемами Ну Опять таки То есть Финансовые проблемы Возникают Тогда Когда Как это Когда Нет потенциала Эти финансовые Задачи решать То есть Здесь Конечно же Все Финансовые вопросы Которые связаны С культурой Они связаны В первую очередь С тем что Непонятна монетизация Культурного Продукта То есть Если Такие мероприятия Как например Портофранко Гольфест Которые в принципе Рождены С нуля И Развиваются То есть Без изначально Каких-то серьезных поддержек То есть Уже когда Много инициативных групп Начали Вещать о том Что такое мероприятие Будет Тогда уже начали Подключаться серьезные Инвесторы Спонсоры И так далее То есть Нужна креативная масса В первую очередь То есть Необходимо Чтобы люди Понимали Что В первую очередь Это не Финансирование А потом Действие А потом Финансирование То есть Если Люди готовы Объединиться вокруг идеи И Найти общий язык Между собой Потому что Это всегда Очень нелегкая задача Особенно Межрегиональная То есть Каждый регион Он По-своему Прекрасен И имеет свои традиции И конечно же Вступить в диалог С другим регионом Где У нас тут Свое Или у нас здесь Свое есть То Вот это Как бы Та линия Переходя Которую В принципе Рассчитывает На финансирование проекта Вполне реально Сейчас Проект Который Называется Культурная столица Украины Которая Сейчас Разрабатывается Он уже находится Частично в министерстве культуры Которая Рассматривает И даст свою рецензию По этому поводу Она должна получить статус Национальной Программы И дальше уже Под эту программу С этой программой Можно работать с точки зрения Создания Какого-то фонда Куда могут Аккумулироваться Какие-то средства И это будет в виде Каких-то грантов На На события Конкретно той Культурной столицы Которая Выиграет Этот конкурс Либо Это будет Некая Некий Как-то Переводчик С языка Искусства И культуры На язык Бизнеса Который тоже может Монетизировать Процессы И приводить их Ну Создавать мост Будем надеяться Что мы сможем смиксовать И бизнес И искусство И культуру Давайте на этом На этой ноте Мы с вами закончим Потому что наше время Уже подошло к концу Я хочу напомнить Что в гостях у нас был Баксим Демский Один из организаторов Порта Франка Гугольфеста Наконец-то я к концу программы Выучила последовательность Этого прекрасного мероприятия Это была программа Что происходит Меня зовут Виктория Паченко Хорошего дня